В эти продолжающиеся дни Святого Рождественского Поста, который приближает нас к светлому празднику Рождества Христова, Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором сам Христос преподает нам очень важный урок. Он преподает своим слушателям притчу, которая имеет глубокий смысл не только для его современников, но и для каждого из нас. Господь говорит о том, что некий Господин приготовил богатый ужин для всех своих близких, приближенных, которых он хотел видеть рядом с собою, и решил послать своих слуг, чтобы пригласить, наконец, на свой званный ужин тех, ради которых он был приготовлен. Но когда подошли к первому на это приглашение, он ответил отказом и сказал, «Я купил землю, мне нужно ее посмотреть, извинись перед ним, я не смогу прийти». Второму, которому принесли такое приглашение, тот тоже стал извиняться, говорит, «Я приобрел пять пар волов, иду испытать их, считай меня отреченным». И к третьему, когда принесли эту благую весть о приглашении на этот званный пир, также стал отрекаться от него и говорит, «Я женился, скажи, что я не приду, имей мя отреченно». И вот каждый из званых, которых позвали на этот пир, не пришли, и больше того, они считали себя более занятыми, важными делами, чем то, куда их приглашал Господин. В этой притче сам Христос открывает нам смысл этого сказанного слова, что пир – это Царствие Божие, это та радость, которую приготовил Господин Пиротово, сам Господь Бог. И если мы с вами слышим этот голос, а этот голос звучит и по сегодняшний день, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и мы приходим», то через это приглашение мы уже на пути к Царству Божьему. Но если кто-то, услышав этот глаз, говорит, «Да нет, мне некогда в церковь ходить, некогда, Господи, мне молитвы читать, да и вообще некогда мне Священное Писание изучать. Есть сегодня масса социальных сетей, всевозможных сообщений, которые нужно просмотреть, еще кому-то ответить, еще что-то посмотреть». Вот почему Господь и приводит эти очень серьезные слова, что те, которые были позваны, уже не вкусят от ужина моего. То есть те, которых позвали, они не смогут войти в Царствие Божие, они отреклись от Него, потому что в Царствие Божие входит только добровольно, только с любовью, только с желанием. А каждый, кто не захотел туда входить, он не вкусят от ужина Царства Божия, от этого пира духовного, небесного Царствия. Вот потому Господь заключает сегодняшнее откровение словами «много званых, но мало избранных». Господь зовет всех, но почему же не слышат, почему же отрекаются, почему же находят столько земных дел, что не приходят. И вот здесь, отвечая, мне хотелось бы привести всего три примера. Как призывает Господь к себе по-разному всех людей. Вспомним, как призвал Господь тогда еще гонителя Савла, который шел в Дамаск, имея при себе грамоту притеснять, сажать в тюрьмы и убивать христиан. И вот по дороге в Дамаск Господь призывает его слепотой. Он увидел свет ярче солнечного света. Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь. Господи, что повелишь мне делать? Что мне теперь делать, Господи? Я все понял, что не туда я шел и не для того. И после этого он приходит в Дамаск, принимает святое крещение и становится потом апостолом Павлом. Великим проповедником, первоверховным, которым потом его назовет Святая Церковь. Сегодня мы вспоминаем память святых мучеников, Филимона, Аполлоне. Но и также среди них мы вспоминаем еще одного святого, имя которого Ариан. Кто этот человек? Как его Господь призвал? Это был гонитель. Как раз он и давал приказы не просто истязать, отрубать руки и ноги христианам, но он и исполнял эти приказания, потому что был язычником. В своих военных походах он был поврежден глазом, то есть он не просто плохо видел, у него рана была на глазу, и он смотрел одним. И вот вдруг слышат, как христиане, принимая смерть, даже от мощей, убитых за веру во Христа, людей получают исцеление. Вот почему в христианской традиции есть почитание святых мощей, мучеников, исповедников, послуживших верой и правдой Христу Спасителю. И потому, когда узнав об этом, Ариан решил попробовать. Он подошел к месту захоронения, того которого по его же приказу истязали и убили, Аполлония, взял немножечко земли и вот этим прахом земным помазал себе больной глаз и прозрел, и исцелился, и понял, что же он окаянный делал. Господи, что же я сделал? И в слезах покаяния он принимает для себя решение, что он призван Богом, что он был мерзким, грязным, мерзавцем, гонителем христиан, а теперь он должен послужить ему. Чем? И он решает послужить тем, что тот, который гнал, теперь должен исповедовать. И он, Ариан, теперь исповедует Господа Иисуса Христа и перед всеми выходит, оседяет себе крестным знаменем и говорит, я христианин. Представляете, что все слуги, которые исполняли его приказания, становятся христианами. Сколько людей за ним исповедуют истинного Бога, распятого и воскресшего ради нас и ради нашего спасения. А что же его правители? Над Арианом тоже был правитель. И когда он узнал о свершившемся, он приказал его казнить и всю его приближенную армейскую дружину. И вся дружина его, то есть все телохранители его, все за своим Арианом приняли мученическую смерть и омыли свою жизнь мученической кровью. И сегодня среди исповедников мы вспоминаем гонителя, раскаивавшегося и смерть принявших за святую веру Христову. И вот еще один пример, как Господь удивительным образом призывает совершенно далеких, безбожных людей. Давайте приблизимся уже к нашему времени. Время после революции, 20-е годы. Вы понимаете, что это было за время? Это было время насмешек над церковью, над священниками, над попами, над всем церковным просто смеялись. И вот однажды, в полночь, был объявлен спектакль, но он был кощунственным в отношении Господа нашего Иисуса Христа. Больше того, для этого театрального зрелища был приглашен московский известный артист, который звали Александр Ростовцев. И вот когда по городу были расклеены афиши, приглашались комсомольцы, и все те, кто принял новую веру, те, кто теперь гнал церковь, смеялся над Богом, сжигал свои иконы, выбрасывал свои Евангелия, собираются на свое торжеще, на свое зрелище. И вот в 12 часов под музыку, под улыбки, под дежурство комсомольцев заходит полный зал на зрелище, которое должно было быть просто феерическим. На сцене, когда открылся занавес, стоял престол, а сцена была оформлена в виде алтаря. На этом столе стояли бутылки с вином и отнятые, уже конфискованные из храмов, патиры, из которых причащались люди, теперь стояли на столе как чаши. И вот выходят артисты, одетые в священников, с наклеенными бородами, отступают этот стол, разливают с хохотом вино, а потом чокаются. Тут выходят монашки, одетые, естественно, артистки в одежды монашек и садятся у престола, играют в карты, все хохочат, все ликуют, аплодируют и этим заканчивается первый акт спектакля. Занавес задвигается, люди выходят в перерыв, угощения, пирожки, компот, пиво. Ликует мир. Так еще говорят, подождите, во втором действии будет Александр Ростовцев, вообще обхохочетесь. И вот второе действие, поднимается занавес, аплодисменты и за кулис выходит в одетого в Иисуса Христа, в его хитон, загримированный, высокий Александр Ростовцев. По его сценарию он должен был поиздеваться над Евангелием. Он вынес это золотое в окладе Писание, положил на этот стол, на котором еще стояли святые потиры и раскрыл его. И раскрыл он пятую главу Евангелия от Матфея. И начал читать «Блаженные нищие духом, якотех есть царство небесное, блаженные плачущие, якоти утешатся, блаженные кроцы, якоти наследят землю». Все ждут, ну как даже смеяться. А он читает дальше. Он читает и не может оторваться. Здесь по сценарию ему должны были вынести фраг и цилиндр. Но так как он еще не дочитал, ему эту внешнюю атрибутику не выносят. А он читает дальше. И причем чем дальше читает, тем его голос звучит все сочнее, все торжественнее. И голос у него был такой, как у дьякона. И он дальше читает и читает. Прочитал до конца всю главу, а потом люди уже толкают в зале тишина. Люди либо вспомнили, либо поняли, что происходит. И все ждут. А кто-то толкает, да сейчас так разразиться хохотом, подождите, сейчас он да. И вот тут он опускается на колени и поднимает голову к небу, осеняет себя крестом и говорит, помяни меня, Господи, когда ты придешь во царствие свое. И тут опустилась занавес, вышел конферансье и сказал, по причине болезни московского артиста Александра Ростовцева, концерт сегодня не состоится. Каким образом призывает Бог людей к себе совершенно разными? И вот те из нас, кто сегодня стоит в храме, о себе может рассказать такую историю, как нас позвал за собой Христос. Нам теперь нужно позванным не уйти от Него, не соблазниться несовременными пирами и пиршествами, которыми нам так обильно предлагает современный мир. Нам нужно остаться участниками этой божественной трапезы, божественной литургии на земле и праздничного торжественного пира в царстве Бога Отца нашего. А потому я пожелаю всем нам, дорогие братья и сестры, облечься в одежды, которыми только и можем мы отличаться от других людей, не в их материальном достоинстве, а в одежду милосердия, заботы о ближних, любви, прощения, добра и покаяния. Вот только в этих одеждах входят на этот пир. Только с чувством раскаянности в своих собственных грехах заходят на этот Господень пир вечности. Я хочу пожелать всем вам, дорогие, в канун светлого Рождества Христова услышать эти слова Господа. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Ведь каждого из нас душа метется, сердце волнуется, тревожится, переживает о родных, о близких, о болезнях, о всевозможных проблемах, но только то сердце, которое полностью доверит свою жизнь Господу Иисусу Христу успокоится. Как тот раскаявшийся грешник, который повторил слова раскаявшегося разбойника «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, когда Ты придешь в Него». И мы давайте почаще говорить этими же словами раскаявшихся грешников «Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем, когда Ты придешь». И вот дай Бог, чтобы каждый из здесь стоящих, пройдя свой земной путь, сподобился этого вечного пира со Христом. Вот тогда и мы с вами сможем оказаться не просто среди тех, которых звал Христос, а среди тех, которых Он избрал. дай Богу. Продолжение следует...